Подготовка к мобилизации идет весь год. Мы видим, что власть меняла военкоматы, меняла систему учета данных, создавая цифровую систему. Помните, Путин подписал приказ о создании такой системы, полностью она будет готова, по словам власти, к 2025, но, значит, запускается в работу она с 1 января 2023, то есть она уже запущена. Вот эта вот единая цифровая база, которой будут все военно обязаны, она уже работает, она уже существует. Дальше, Российская Государственная Дума и президент, подписывающие законы, приняли целую плеяду законов, которые увеличивают ответственность за уклонение от повестки, которые определяют порядок собственной мобилизации, то есть законодательная база под это тоже подготовлена. Далее, российские военкоматы весь год расширяли штат своих сотрудников, искали новых специалистов и мы видели установку дополнительных мощностей. То есть вся система, она готовится к мобилизации. Говорит ли это о том, что мобилизация точно будет? Нет, не говорит. Это говорит о том, что вариант мобилизации готовился весь этот год. Но о том, что единственное, что может сделать так, что мобилизации не будет, мы вернемся к этому чуть позже. Дальше едем по свидетельствам. Власти Якутии готовят мобилизацию сразу после сентябрьских выборов. Темпы добровольного призыва на фронт Москву не устраивают. Сообщения о подготовке к пронзительной отправке на войну приходят и из других дальневосточных регионов, пишет телеграм-канал «Можем объяснить». В Якутии идет подготовка к новой волне мобилизации, которая может начаться уже в сентябре. Об этом рассказали «Можем объяснить» активисты фонда «Свободная Бурятия». По их данным, в районе республики прибывают специалисты из республиканского военкомата. Участились вызовы и повестки для уточнения информации. По имеющимся данным, мобилизация может начаться практически в любой момент, но, скорее всего, произойдет после возвращения людей из августовских отпусков и после единого дня голосования, говорит представитель фонда. В фонде отмечают, что, по большому счету, в Якутии скрытая мобилизация не прекращалась весь год. Каждую неделю премьер-министр республики Андрей Тарасенко проводит 2-3 совещания по вопросам призыва. Забирают людей в армию не только по повесткам, но и активно привлекают «добровольцев». В районы спускаются нормативы набрать от 30 до 60 добровольцев в месяц, а сотрудникам бюджетных предприятий руководство прямо приказывает вести пропаганду военной службы среди знакомых и родственников. Росгвардия, военкоматы и даже биржа труда ведет прямой обзвон людей с предложением заключить контракты на службу. Крупные добывающие предприятия Алроса, Колбар, Газпром ведут набор сотрудников, которые впоследствии прямиком попадают в военкоматы, рассказывает представитель «Свободной Якутии». Но, по его словам, чиновников явно не устраивают ни темпы набора, ни то, что нормативы не выполняются. Ранее активисты местных правозащитных фондов сообщали, что и в других регионах Дальневосточного федерального округа, в Бурятии, в Еврейской автономной области полным ходом идет подготовка к новой волне мобилизации. Школы уже получают списки мужчин, которым будут разносить повестки. Они тоже считают, что предназначенный набор на войну начнется сразу после региональных выборов 8-10 сентября. Активисты обращают внимание, что признаки подготовки есть и в Иркутской области, а также в Приморье. Опять же, понятно, что это такой сторонний анализ, но, тем не менее, давайте в целом рассмотрим, как Россия пыталась решить проблему кадров и что именно не получилось, потому что это буквально повторяет то, что мы видели в прошлом году. После понимания, что людей не хватает, Россия начала активную кампанию по набору добровольцев. Это рекламная кампания на телевидении, билборды по всей стране, активная агитация, обещание высоких зарплат и прочее. Иронично, что ровно это мы видели перед прошлой мобилизацией. Тогда мы, люди из медиасферы плюс журналисты, называли это скрытой мобилизацией, когда пытаются привлечь как можно больше добровольцев, где-то пытаются на них давить на работе, где-то пытаются заманивать их большими деньгами. Это все предшество мобилизации 21 сентября 2022 года. И с января, когда стало очевидно, что людей не хватает, российские власти решили снова попробовать этот вариант. Снова активная пиар-кампания, но в этот раз они применили еще несколько методик. Первое. Буквально отлов мигрантов. То есть мигранты, которые получили недавно российское гражданство, целые рейды приходили на различные рынки, на различные точки, отлавливали мигрантов с российскими паспортами, которые получили их недавно, и заставляли их подписывать контракты. Более того, активный наим людей начался за пределами Российской Федерации. Это и Казахстан, это и Кыргызстан, и даже Куба. Власти Кубы буквально на днях арестовали 17 человек, которые вели агитацию на Кубе для записи в российскую армию. То есть, опять же, если у российской армии все хорошо, и они там, поток из добровольцев не прекращаются, очереди стоят к военкоматам, и все хотят воевать, зачем эти экстренные меры, в том числе использование силовиков для вот этих вот всех рейдов, использование, значит, каких-то рекрутеров за рубежом, если люди так радостно идут в военкоматы. Очередное свидетельство, что вот эта вот скрытая мобилизация, да, то есть попытка набрать большое количество добровольцев, она не приносит ожидаемых плодов. Ну, собственно, про то, что планы и темпы не выполняются, вы слышали и от российских чиновников, я показывал вам ранее видео, и, собственно, и от представителей фонда. Теперь давайте о той единственной вещи, которая может привести к тому, что мобилизации не будет. Мобилизация в сентябре 2022 года стала одним из самых больших испытаний для рейтинга Владимира Путина. Мобилизация имела эффект разорвавшейся бомбы. Владимир Путин практически не показывался на широких экранах и на узких тоже, а если и показывался, то эти были разговоры о чем угодно, но не о идущей войне. Рейтинг Путина упал так, как он не падал никогда. В отдельном регионе, например, в Дагестане были протесты, связанные с этим. Люди возмущались, люди не понимали, почему, если у российской армии все так хорошо, как говорят официальные российские военные, почему мобилизуют их родных и близких. Тогда еще работал эффект, что многие не понимали, что скрывается за мобилизацией. Помните эти фото и видео радостных, значит, мужиков за 30, которые с алкоголем едут в автобусах, которых только что мобилизовали? Они почему такие веселые и радостные? Потому что им кажется, что в этот раз президент не соврал. И они будут далеко от линии фронта, где-нибудь в тылу. Совсем скоро, буквально через день, окажется, что это не так, что их всех готовят на самоубийственные миссии, что многие из них погибнут, что многие из них останутся калеками на всю свою оставшуюся жизнь, что в России равносильно социальной смерти, потому что Россия не приспособлена для людей с ограниченными возможностями. И после всего этого огромного количества жалоб мобилизованных, проблем, связанных с обмундированием, проблем с условиями размещения, проблем с обучениями, проблем с дедовщиной, мобилизация стала сущим кошмаром для российской власти с политической точки зрения. Весь год с прошлого сентября они пытались сделать так, чтобы этот негативный эффект снизить. В какой-то момент у них даже начало получаться. Каким образом начало получаться? Они пообещали, что мобилизации больше не будет. Что вот этих 300-500 тысяч человек, которые взяли на заклание, это жертва. И что больше жертв не будет. Возвращайтесь айтишники, говорили они. Возвращайтесь все уехавшие мигранты. Не бойтесь. Больше никакой мобилизации точно не будет. Никого больше не призовут. Такое обещание давал и Владимир Путин, и Шойгу, и всевозможные пропагандисты. И если сейчас вновь провести мобилизацию, то это навсегда перечеркнет возможность делать такие откаты. Почему? Потому что когда вы мобилизовали один раз и сказали, что это было первый и последний раз, вам еще кто-то может поверить. Но если после того, как вы вновь убеждали, что никакой мобилизации не будет, вы вновь мобилизуете людей, то естественно все поймут простую истину, которая на самом деле очевидна, что мобилизации будут до тех пор, пока Россия ведет эту войну, пока Россия ведет захватническую, преступную, агрессивную войну. И тогда уже все ломанутся за рубеж. По крайней мере те, у кого есть такая возможность. Сейчас есть история людей, которые возвращаются в Россию и говорят, ну что тут как-то вот, короче, за рубежом мне тяжело было и денег меньше стало, поэтому ну что я, ну приеду. Но не будут же они еще одну мобилизацию делать, они же обещали. И вот такие люди испарятся из России буквально за неделю. Купят самые дорогие билеты, пересекут границы там, где это можно и прочее. Все айтишники, все квалифицированные кадры с большими возможностями, они все уедут из России. Более того, те, кто останутся, от них тоже власти ничего хорошего ждать не придется. Потому что они тоже увидят, что их надули. И теперь они знают, куда отправляются мобилизованные. Поэтому протесты, которые были в Дагестане, в первую волну мобилизации, могут теперь быть в большем количестве городов. И все это наслаивается на грядущие в следующем году выборы президента Российской Федерации. Тут в этой фразе почти все в кавычках. И выборы в кавычках, и президента в кавычках. И даже, наверное, Российской Федерации в кавычках. Дело в том, что несмотря на то, что власть полностью контролирует процесс выборов, и у меня нет никаких иллюзий по этому поводу, выборы являются точкой напряжения. Потому что сам факт проведения выборов заставляет людей задуматься о том, в какой точке они оказались. Нравится ли им то, что происходит или нет. Нравится ли им то, что выборы – это лишь формальность. Дальше это может выражаться в огромном количестве разных действий. Кто-то может бастовать. Кто-то может перестать платить налоги. Кто-то может открыто начать высказываться против российской власти. Все это невозможно просчитать. Это непросчитываемые вероятности. Там буквально разброс может быть от гневного поста в соцсетях до революции. Но точно просчитать это невозможно. Однако точно можно сказать, что выборы являются точкой напряжения. Или как минимум Кремль полагает, что выборы – это точка напряжения. Поэтому объявление мобилизации до выборов – это серьезная проблема. Но здесь есть нюанс. Чем ближе к выборам будет объявлена мобилизация, тем больше проблем для власти на этих выборах она создаст. Поэтому сейчас буквально то последнее окошко, когда можно объявить мобилизацию и надеяться, что до следующих выборов эффект от нее удастся погасить. По итогу, будет мобилизация или нет, зависит буквально от одного человека – от Владимира Путина. Именно он принимает решения, связанные с мобилизацией. Залезть к нему в голову мы не можем. Мы примерно понимаем его характер и образ мысли, преступный и социопатический, однако невозможно сказать, когда именно будет принято конкретное решение. Но с военной точки зрения мобилизация для российской армии нужна. С точки зрения чиновников и генералов мобилизация нужна. С точки зрения подготовки мобилизации мы видим, что она готовилась весь прошедший с прошлого сентября год. Поэтому, независимо от того, какое решение примет или не примет Владимир Путин, сейчас мобилизация – это настоящая угроза, которая выше, чем когда-либо. И когда вы анализируете свои риски и свои действия, вам нужно исходить из того, что сейчас пик момента, когда мобилизация может быть объявлена. Более того, все дальнейшие дни, недели и месяцы вероятность мобилизации, будет только расти. Потому что, если в начале лета российская сторона еще полагала, что Украине не получится прорвать российскую оборону, что у них все закончилось, что у них кончаются люди, кончается техника, что им сейчас все перестанут помогать, то сейчас таких разговоров куда меньше. Украина уже прорвала первую линию фортификационных сооружений и уже воюет на линии суровительных. Да, скорее всего, дойти до Мелитополя в рамках нынешнего наступления у Украины уже не получится. Россия выстроила слишком широкую оборону, а западное оружие поступает слишком медленно. Однако, закрепиться, работать и возможно даже дойти до Токмака, это все возможно для Украины. И с точки зрения полевых командиров и Z-блогеров, которые сообщают вести с запорожского направления, ситуация для российской стороны стала сильно хуже, не говоря уже про какие-то наступления. Россия тоже пыталась наступать летом на Купянско-Лиманском направлении, эффект нулевой. Они обещали взять, Купянск не взяли, там кто-то Харьков говорил, возьмут, не взяли и прочее. Короче говоря, все объективные факторы указывают на то, что мобилизация будет. Поэтому, что нужно делать? Какие советы актуальны в 2023 году? Конечно, мы с вами на этом остановимся поподробнее. Когда и если мобилизация будет объявлена, я надеюсь, что этого не будет. Потому что мобилизация, она усиливает российскую армию. Знаете как? Есть большое количество независимых и оппозиционных Владимира Путина спикеров, которые такие, вот, сейчас будет мобилизация, вы все попляшете, вы все узнаете, вы все будете заламывать руки и, значит, переживать по этому поводу. Обращаются они как будто к российской аудитории. Я не хочу, чтобы была мобилизация. Мобилизация приведет к усилению российской армии. Потому что неважно, там, какая у кого техника хватает, не хватает, физическое наличие людей, живая сила, особенно с тактикой России, это усиление военных возможностей. Поэтому я-то надеюсь, что мобилизации не будет. Но, еще раз, по всем факторам, которые мы видим, мобилизация будет и причем, скорее всего, скоро. Первое, что делать в ситуации мобилизации? Первое, вы должны быть морально к этому готовы. Вы не должны действовать в панике, когда она будет объявлена. Поэтому исходите из того, что мобилизация может начаться в любой момент. Кто-то может сильно недооценивать психологическую подготовку, потому что, ну, как бы, а что такое психологическая подготовка там? Ну, вот, это не что-то, что можно пощупать. Суть в том, что в критической ситуации именно от вашей способности принимать решения, здравые решения, зависит то, насколько вы сможете пройти эту критическую ситуацию без последствий для себя. У вас должны быть запасные аэродромы. Да, естественно, лучший совет, лучшие возможности стопроцентное огораживание себя от мобилизации – это уехать в другую страну. Есть страны, куда нужны визы, поэтому посмотрите, открыты ли у вас визы. Если нет, то откройте, попробуйте. Есть страны, куда визы не нужны. Есть страны, с которыми Россия является соседом, и туда можно и без виз, и без разрешений, находясь под уголовным преследованием, проникнуть, да, на незаконных основаниях, но тем не менее. Когда начнется мобилизация в России, я уверен, многие западные страны, как это было и в прошлой мобилизации, примут соответствующие декреты, связанные с помощью мобилизованным и укрыванием мобилизованных от российского преследования. И в этом контексте изучите, какие страны находятся рядом именно с вашим регионом, да, потому что Россия большая, регионы разные, какие есть для этого возможности. Но для тех, кто не может никуда уехать, не хватает денег, там, не знаю, смелости, еще чего-то, не жить по прописке. То есть у вас должно быть место, куда вы можете приехать, где вы не будете прописаны, потому что искать вас в первую очередь будут по прописке. Когда идет мобилизация, не выходить на улицу, минимизировать свои выходы на улицу, потому что любой полицейский, любой человек, которых в России дофига, это человек, который возьмет вас за шкирку и приведет в военкомат. То есть если вы живете там с женой, с девушкой, не знаю, с мамой, еще с кем-нибудь, или там с пожилыми родственниками, они с момента мобилизации ходят в магазины, они ходят по всем возможным делам, вы не выходите из дома. Что касается работы, если есть возможность, договоритесь с работодателем на удаленную работу. Если нет возможности на время мобилизации, договоритесь, что вы уйдете там, не оплачиваемым отпуском или еще что-нибудь, в крайнем случае просто не идите на работу. Да, будет тяжело, потому что это источник дохода и прочее, прочее. Но опять же, мы сравниваем это с попаданием на фронт, где вы станете, во-первых, убийцей. Для меня это было бы самое важное, для кого-то это может быть не важно. Во-вторых, раненым. В-третьих, мертвым. Ну, то есть, это все три риска, которые очень велики. И вам эти риски нужно обойти. Поэтому, в сравнении с этим, снижение комфортности жизни – это не настолько принципиальная история. Поэтому, собственно, если с работой не получается, то вот так. Более того, если вы работаете сейчас как наемный сотрудник, то лучше перевестись на гражданские договоры, на контракты, которые будут перезаключаться, потому что в таком случае ваш работодатель не будет обязан подавать вашу информацию в военкоматы. Изучите эти возможности. Есть много всевозможных методичек на разных сайтах помощи, в том числе во время мобилизации. Поэтому изучите все эти опции. Дальше. У вас должны быть наличные деньги. Вот эра налички вернулась, потому что новые ограничения, которые предполагают накладывать на уклонистов от мобилизации, предполагают ограничения оперирования собственными счетами, и много чего еще. У вас должна быть наличка, у вас должна быть тревожная сумка, то есть это какая-то сумка, в которой либо уже лежит, либо вы знаете, где все лежит, чтобы положить за 10 минут. Все необходимое, что может вам понадобиться для долгого отсутствия. Еще раз. Мобилизация стала сложнее для избегания этой самой мобилизации. Они приняли много законов. Поэтому да, в нынешнюю мобилизацию уйти от нее будет сложнее, чем предыдущая. Помимо этого, у вас, собственно, должно оставаться непреложное правило. Дверь вы никому не открываете. Доставку просите оставить у двери, сами никому не открываете. Вообще полицейский ваш враг, его надо обходить стороной. Любой человек в военной форме ваш враг, ему надо обходить стороной. Лучше вообще не выходить на улицу. Если вы не живете по прописке, если у вас есть наличка, и вы пользуетесь ей. Если у вас есть человек, который за вас ходит, и вы не выходите на улицу, то вероятность того, что вас гребут под мобилизацию, минимальна. Что было во время прошлой мобилизации, например, в Москве? Я напомню, когда мобилизация окончилась, Сергей Собянин сказал, что все, кто уклонились, тех прощаем. Вполне возможно, для того, чтобы отыграть эффект мобилизации, они будут делать так же. Поэтому ваша задача минимум на то время, пока мобилизационные мероприятия будут идти, скрываться, выжить. Вот ваша задача. Опять же, все подробности, все детальные планы, они есть в большом количестве, и на независимых ресурсах и на прочих. Я, конечно, выпущу отдельные памятки, когда и если мобилизация снова будет объявлена. Но базовая рамка, которую я описал, позволит вам спасти собственную жизнь и не стать убийцей. И еще один последний момент, это то, что нужно сделать, чтобы родные и близкие могли за вас везде ходить, нужно на них сделать доверенность, а лучше даже генеральная доверенность, это стоит недорого, это позволит этим людям от вашего имени ходить подписывать бумажки и еще что-нибудь делать. Ну, это такие базовые правила, они будут в том числе и корректироваться и прочее, но они позволят вам не стать пушечным мясом, не стать трупом и не стать убийцей. Вот так примерно выглядит ситуация с мобилизацией на данный момент. Я надеюсь, что мобилизации не будет, но очень много факторов говорят о том, что она будет и она будет прямо скоро. Возможно, до конца сентября, возможно, в октябре. Ну, а с вами был Майкл Найки и до скорых встреч, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok